Здравствуйте, дорогие! Божьих вам благословений! Мы с Украины, живем в Одессе, и у нас идет война, которая много зла делает, и, к сожалению, сегодня есть разные взгляды на эти вещи, кто-то оправдывает это, кто-то запутан уже. Общаясь с разными людьми, я увидел, что люди запутаны в десяти заповедях, которые есть в Библии. Один из примеров, который произошел буквально на днях, я разговаривал с человеком, который сказал, что вот проблема в том, что как людям надеяться на спасение, на милость Божью, если они нарушили заповедь Божью? Я говорю, какую заповедь? Человек говорит, не убей. Я говорю, хорошо, а вы знаете, откуда эта заповедь? Да, это из десяти заповедей. Я говорю, ну тогда расскажите эти заповеди. Человек говорит, я не знаю всех заповедей. Я говорю, ну вы точно знаете, что не убей. А вы знаете, что она шестая, вообще-то, эта заповедь? А человек говорит, нет, не знал. Я говорю, то есть до нее есть пять заповедей, и после нее еще есть четыре заповеди. И если мы хотим разобраться в смысле этой заповеди, то сто процентов нам надо прочитать их все. Иисус Христос, когда Его спросили, сказал, что весь закон и пророкий он соединен и выражается в двух заповедях. И некоторые думают, что это две дополнительные заповеди. На самом деле, одна объединяет четыре первых, первую, вторую, третью, четвертую. И звучит так, люби Бога всем сердцем, всем разумением, всем помыслами, всем естеством своим. И вторая объединяет другие шесть заповедей. Это пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую и десятую. И звучит так, люби ближнего. И там, и там любовь. И знаете, интересно, что вот в этой же книге Исход, в 22 главе, второй стих, в нем написано так, «Если кто застанет вора, подкапывающего, подкапывающего, еще не укравшего, и ударит его, ударит так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Это заповедь следующая, не убей. И тут же говорит, а если вор подкапывает, еще не сделал, он не пришел, не убил никого, не сделал вреда, он только планирует уже вред. И это действие, которое останавливает вот этот вот… Попытку украсть, сделать зло, да, убивает человека, и это не считается грехом. Поэтому, друзья, не каждое убийство является грехом.